На территории Казахстана можно встретить десятки разновидностей животных, обитающих только у нас. Но главная проблема увеличения численности популяции редких видов это браконьерство. В итоге численность некоторых животных уменьшается, либо находится на грани исчезновения. Сколько видов позвоночных и растений сейчас находятся под защитой. Закон узнавала Инди Рахат. Красную книгу Казахстана можно сравнить с базой данных. В списке почти 800 наименований представителей отечественной флоры и фауны. Перечень обновляется раз в 10 лет. Нынешние четвертые издания Красной книги войдут преимущественно крупные млекопитающие. Такие как косули, а также хищники. В том числе и полосатые гиены, которые совсем недавно начали встречаться на территории Казахстана. Список могут пополнить вид падальщиков. Черный гриф и белоголовый сип. И даже сайга, чья популяция восстановилась за последние несколько лет. Пока остается краснокнижной. При составлении обновленной версии издания учитывается не только численность. Сейчас в Казахстане необходим перевод Красной книги на международные критерии. То есть до сих пор состояние видов оценивалось по тем критериям, которые работали еще со времен Советского Союза. Допустим, на сколько процентов должна упасть численность, чтобы сказать, что виду что-то угрожает. Или что маленькое число. Или а что значит вот это маленькое число. Что считать маленькой численностью. Все это есть в международных критериях, на которые необходим перевод. Зоологи утверждают, что некоторые виды животных наоборот пора исключить из Красной книги. Например, на севере республики возросла численность лесной куницы. Чернобрюхий рябок тоже восстановил свою популяцию. Исключение из перечня – большой успех, говорят ученые. Вполне вероятно, исключение каких-то видов из Красной книги. То есть есть виды, численность которых восстановилась. Исключение вида из Красной книги – это не беда. Это наоборот показатель успешности действий по его сохранению. Это большое достижение – исключение вида из Красной книги. Если к этому серьезно относиться, то это большой успех. Краснокнижники защищены на законодательном уровне. За браконьерство представители из списка запрещенных грозят огромные штрафы, а то и уголовная ответственность. Например, за снежного барса или кулана полагается срок от 7 до 12 лет. Или штраф 10 миллионов тенге. С начала текущего года по данной статье органу внутренних дел зарегистрировано более 32 правонарушений. Минимальный порог санкции данного правонарушения предусматривает штраф в размере 3000 месячных расчетных показателей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает 12 лет лишения свободы. Перечень неприкосновенных был обновлен в прошлом году, но сама Красная книга еще не вышла в печать. Новые издания пополнят тигры, лошадь Прижвальского, каспийские тюлени и леопард. Всего 228 видов животных, 44 млекопитающих, 57 видов птиц, 18 рыб и 387 растений. Индира Ахатар, Манах Шабаев, Хабар, 24.